здравия всем вы на канале марка елена держите мужа выехали из варезе побыли на рынке посмотрели цены кое-что приобрели 3 32 градуса на улице сегодня суббота вич и новой дети новая и люлью садишься дети сетта 17 июля 21 год то есть я ходила гуляла и устала пройтись по рынку по такой жаре мне напоминает волгоград хотя там был в волгограде больше поднимались смотрите какие шикарные альпы мы видим с вами вдали куза и кайну пику вот они альпы и с вами едем вот недалеко от озера варезе может быть заглянем туда что мы там видели мы увидели много вещей и платья и юбки и брюки и кофты и обувь разную и спортивную и сандалии все красиво все интересно цены достойные качество тоже разные мы себе ничего не купили кроме как хлопалки мухобойки вот мухобойку до перекусили в кафешке купили правда помидор мы купили у нас что-то с помидорами вообще то есть прохладно поэтому они не растут должно быть бычье сердце но там чё-то на бычье сердце не растет на макетту а на гетто но для логов его рэзи логов и варэзи логов и варэзи варэзи местах земли море ламба и виво риды он там что-то намурлыкивал я оба руки ударила локтем чтоб не мурлыкал а он говорит это музыка живая живая музыка живая натурально натурально до такие церкви здесь видели мы там пешком когда шли и красивые церкви торопились торопились туда торопились потому что перед рынком захотели ну как бы перекусить а когда человек голодный ему без разницы красиво некрасиво он глаза вылупил бежит и потом перекусили уже стали ходить и вот это вот жара то есть напрягает напрягает друзья не конечно не знаю может быть это с возрастом волгограде конечно бегали оттуда им сюдым моложе были вот наверное скорее всего но все равно остался отпечаток от жары я ему вчера показываю смотри вот в норвегии продают квартиры двухкомнатные с видом на море прямо на океан да вот но там холодно я говорю зато там зимой не холодно летом до прохладно 20 градусов средняя температура но она может быть и 18 и 22 но средняя вот они все сплесовывает а потом делят 20 градусов средняя температура летом то есть лето там короткая и глубокая осень это зима да то есть там температура средняя зимой минус по моему минус 3 средняя то есть она может опускаться и до минус 5 до минус 6 и также быть плюс 3 плюс 4 вот средняя какая-то вот такая а вот она озеро варезе озеро озеро лагу друзья запоминаем кому нужны итальянские слова лагу так что вам еще показать нет там вот это вот парапет не дает вам показать зато вот такие балкончики все зеленью зеленью хочу сказать что здесь зима тоже мягкая на севере италии меньше сырости снега нет он может выпасть но в этот же день растаять влажность большая в италии там где конечно море и рядом с водой с озерами влажность да то есть влажность дает такой вот холод даже при плюсовой температуре вы можете чувствовать холодно но хочу сказать что один раз я была два месяца в швеции да это первое мое место куда я поехала для того чтобы где-то остаться зацепиться не получилось но два месяца там пробыла это был ноябрь декабрь и тот год когда я там была это было середина девяностых но можно сказать конец девяностых но не 99 где-то был 97 98 год зима там мягкая то есть вот я ходила в легкой куртке на одном синтепоне то есть это не зимний синтепон а синтепон такой один слой и внутри шелковая блузка или шелковое платье вообще было не холодно ну может мы еще по улицам то не особо ходили поэтому когда ходили а море не фаспавентаре и читая начата я говорю какой город он говорит это не город что он просто не посмотрел какой город тоже я не видела смотрел в камеру но не видела во фресках такой домик много недвижимости продается друзьям я так думаю на все время продается то есть когда была в швеции может быть это год такой был ну была мягкая зима то есть минус 10 не было ни разу то есть всегда была плюсовая практически температура был ноль это где-то не за минус может быть минус 2 минус 3 опускался но в ночное время дня когда мы были дома то есть помещение сейчас каждый это не ваш дом да не наш это была съемная квартира по поводу того что люди сидят и думают если дома сидеть сторожить то место где вы родились типа я уважаю это место я здесь родилась я здесь сгодилась а если не получается сгодится но если вот вы замечаете что у вас депрессия на вас накатила надо что-то менять жизнь как вы можете быстро поменять переехать в другое место до созваниваться еще с теми друзьями но как можно реже заводить уже новых новое окружение но выше качеством то есть другое окружение если вы находитесь заводском районе значит нужно переехать куда-то в центр понимаете да улучшить качество жизни вот не спали дерево которое у меня с косточки выросла но она еще маленькая чтобы что-то давать люблю этот фрукты всегда зимой покупаю каждый раз каждый раз когда есть магазин так что еще рассказать вам какие-то районы проезжаем не очень симпатичные можно сказать одноэтажные так вот симпатичный магазин зеленых растений для сюда для сада кстати здесь очень пользуется как в италии так и во франции так и в германии садовые магазины садовые где выращивают да и продают для садовых магазинов и там же можно купить и также для себя молодые деревца всех видов не только который фрукты дают но и декоративные растения очень пользуются спросом и люди в общем то на них деньги очень хорошие поднимают это я вам точно говорю у нас это не принято у нас большие заборы понимаете это совсем другая культура культура жизни ну все друзья мы куда-то выехали я бы хотел не то что там это показывать ничего с вами прощаюсь желаю вам здоровья дачи турки жизни куда мы едем лавина мобелла лавина 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 мобелла ой хорошо всем пока ставьте лайк подписывайтесь на наш канал и пишите нам комплименты